Шеф-повар, Максим Григорьев. Неаполитанский пасхальный пирог. Предлагаю вам попробовать очень вкусный пирог, который является одним из традиционных представителей итальянской пасхальной выпечки. Считается, что пирог паста Ира Наполетана готовили еще во времена язычества, когда отмечалось празднование прихода весны. Время приготовления – 1 час 20 минут. Ингредиенты – тесто. Ваниль с тручками 1 штука. Желтки куриные 1 штука. Масло сливочное 125 грамм. Мука пшеничная 250 грамм. Сахар 80 грамм. Яйца куриные 1 штука. Ингредиенты начинка. Ваниль с тручками 1 штука. Желтки куриные 1 штука. Масло сливочное 125 грамм. Мука пшеничная 250 грамм. Сахар 80 грамм. Яйца куриные 1 штука. Апельсиновые цукаты 50 грамм. Ваниль с тручками 1 штука. Начинка. Вода апельсиновая 25 миллилитров. Желтки куриные 2 штуки. Корица молотая 0,5 чайных ложек. Лимонные цукаты 50 грамм. Масло сливочное 30 грамм. Молоко 200 миллилитров. Пшеницы зерна 2 50 грамм. Начинка. Сахар 350 грамм. Сыр рикотта 350 грамм. Яйца куриные 2 штуки. Шаг 1. Ингредиенты для теста. Мука, сливочное масло, сахар, куриное яйцо и желток, семена ванили. Шаг 2. Для приготовления теста, положить в чашу блендера просеянную муку, сахар, семена ванили и охлажденное сливочное масло кусочками. Включить блендер и в течение нескольких секунд измельчить все до состояния мокрой крошки, безусловно весь процесс приготовления теста можно выполнить и вручную. Шаг 3. Добавить 1 яйцо и желток, и снова включить блендер. Шаг 4. Через несколько секунд тесто соберется в комок. Выложить его на стол и сформировать шар. Шаг 5. Слегка его расплющить наподобие лепешки, завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник минимум на 1 час. Шаг 6. Для начинки понадобится рикотта, вареная пшеница, молоко, сливочное масло, сахар, яйца и желтки, корица, цедра лимона, сукаты, корица и апельсиновая вода, стручок ванили. Шаг 7. В Италии можно купить уже готовую отварную пшеницу как раз для приготовления пастера. Она выглядит вот так. Шаг 8. В кастрюльку положить вареную пшеницу, молоко и сливочное масло. Добавить цедру 1 лимона. Поставить все на слабый огонь и варить, время от времени помешивая, до загустения, около 30 минут. Шаг 9. Фактически, готовая смесь будет похожа на кашу. Но, с приятным ароматом лимона. Готовую смесь необходимо остутить. Шаг 10. Традиционно для этого пирога используют второго типа сыра рикотта в равных пропорциях. Обыкновенную рикотту из коровьего молока, 175 грамм рам, и рикотту из молока овцы, 175 грамм рам. Оба вида сыра просто смешать. За неимением овечьей рикотты можно взять просто обыкновенную рикотту. Шаг 11. В чашу миксера положить рикотту, яйцо и желтки, сахар, ваниль, корицу и апельсиновую воду, традиционно используется как ароматическая добавка в этой национальной выпечке. Все тщательно взбить или энергично перемешать вручную до однородного состояния. Добавить к полученной смеси вареную в молоке пшеницу. Перемешать. Шаг 12. Добавить цукаты, апельсин и цитрон, или лимон. Все как следует перемешать. Начинка получается очень вкусная. Шаг 13. Духовку включить разогреваться на 190С, подготовить разъемную форму, 26 см, слегка смазать маслом. Тесто достать из холодильника, отделить два дробь третьего части от теста и раскатать в пласт, толщиной примерно 5 мм. В случае необходимости можно сделать это между два листами пекарской бумаги. Также с помощью бумаги перенести тесто в форму. Шаг 14. Выложить им форму, край подровнять. Шаг 15. Выложить начинку в форму с тестом и разровнять. Шаг 16. Оставшееся тесто раскатать и нарезать из него полоски с помощью рельефного ножа. Шаг 17. Осторожно выложить поверх крема полоски нарезанного теста. Сначала несколько полосок в одном направлении, немного под углом. А затем сверху второй ряд полосок из теста, снова слегка под углом. Немного завернуть оставшийся бортик к центру. Шаг 18. Выпекать пирог в разогретой духовке 1 час. Готовый пирог достать из духовки и дать полностью остыть, прежде чем извлечь его из формы. Лучше всего дать ему постоять ночь в форме. Шаг 19. Итальянцы советуют приготовить пирог в четверг, чтобы в воскресенье насладиться всем богатством его вкуса. На второй-третий день он становится еще вкуснее. Шеф-повар, Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.